После Кемеровской трагедии Росгвардия усилила контроль за деятельностью охранных предприятий. ЧОПы проверяют регулярно. Лицензии частные охранники подтверждают каждые 12 месяцев. Ежегодно сотрудники частных охранных предприятий подтверждают свой разряд. То есть проходят периодические проверки, как раз по действиям, связанным как с применением физической силы специальных средств, так и огнестрельного служебного оружия. Соответственно, это все у них отражает. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы смотрят. Сотрудники, не прошедшие периодическую проверку, соответственно, не имеют права выставляться на посты и осуществлять частную охранную деятельность. Но на этот раз проверки коснулись другой стороны работы охранников. Совместно с прокуратурой сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии смотрят, в полной ли мере чоповцы исполняют свои должностные инструкции на случай возникновения на охраняемых ими объектах чрезвычайных ситуаций. В частности, в условиях пожара секьюрити не должен растеряться, ведь во многом именно от него зависит, удастся ли посетителям и сотрудникам быстро покинуть здание. Сотрудники частных охранных предприятий на постах руководствуются своей должностной инструкцией, в которой прописаны их непосредственные действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. И при возникновении какой-либо ситуации они направляют граждан к эвакуационным выходам, помогают гражданам выйти из помещений. Также в центре внимания проверка системы оповещения, тревожных кнопок и других подобных устройств. Их исправность проверяют сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, это подразделение отслеживает скорость реагирования сил вневедомственной охраны на срабатывание сигнала тревоги. Для подразделений вневедомственной охраны нормативные документы, временные интервалы не предусматривают, но в соответствии с требованиями должны прибыть в минимально возможные сроки кратчайшим путем. Главная цель проверок – залатать бреши, если, конечно, таковые найдутся, в системе охраны объектов с массовым пребыванием людей. Ну и, конечно, очередное повторение алгоритма действий в случае возникновения ЧС для секьюрити не будут лишними. По итогам проверки по всем выявленным нарушениям процессуальное решение примет прокуратура. Наталья Гутарина, Михаил Кеневуров, РТВ Иваново.